В Караганде свой день рождения отметили работники ювенального суда. Служители Фемиды поздравили воспитанники детских домов, они украсили коридоры суда своими рисунками. Подробнее Дарья Хаирдинова. В здании ювенального суда сегодня необычные гости. Воспитанники детских домов пришли поздравить служителей Фемиды с днём создания органа правосудия для несовершеннолетних. Весь коридор был превращён в выставку рисунков, где каждый из ребят изобразил то, что значит для него детское счастье. Вот мой рисунок. Во-первых, я сначала подумала, что мне можно нарисовать, и потом уже нарисовала Байтирек, и что у нашей столицы ярко светит солнце. Я бы хотела, чтобы у нас в Казахстане никогда не было ссор, всё было хорошо и все жили счастливо. У наших детей яркие картины, яркие рисунки, олицетворяющие семью, быт, нашу страну. Поэтому я надеюсь, что с некоторыми детьми, с которыми мы знакомы, мы общаемся, которые в детских домах, воспитанники детских домов, в принципе, труд, который вкладывают в них наши воспитатели, наши территориальные детские домы, он, если так сказать, бесценен. То есть они каждый вкладывают свою частичку. С 2012 года ювенальный суд ведёт свою работу с несовершеннолетними. Он несёт очень важную функцию. Для малолетних нарушителей действуют отличные от взрослых законы. Но даже несмотря на это, дела, в которых участвуют дети, не достигшие совершеннолетия, в разы сложнее и многограннее. Поэтому работник ювенального суда должен быть не только грамотным, но и очень чутким человеком. У нас имеют место иногда дети с довольно сложной судьбой. И от того, как судьбы, судей ювенального суда отнесутся к ребёнку, который ещё не имеет зрелости, который ещё воспринимает окружающий мир не так, как взрослый, зависит его судьба. А может быть, судьба целого поколения. И в этот день, в этот, можно сказать, юбилейный в некотором смысле день, хочется поздравить весь судейский корпус ювенального суда с днём рождения. Такие встречи важно проводить не только в образовательных целях. Во время беседы представители органов правосудия и дети узнают друг друга с разных сторон в неформальной обстановке. Это делает более понятным как детские души, так и работу ювенального суда. После экскурсии по зданию и вручению грамот и подарков всех детей ждал вкусный чай со сладостями, накрытый гостеприимными работниками. Дарья Хаердинова, Александр Кирьянов, Наталья Заяц, 5 канал. 505-061, телефон редакции новостей 5 канала. Подписывайтесь на нас в Инстаграм и Ютуб. Будьте в курсе происходящего.